Братья, у меня сейчас будет, я вообще-то думаю, догматику в следующий час дать, а сейчас у меня будет тема по духовной дисциплине, как мы заглавили, тема будет сокрушение или как Бог работает над нашим характером. Мы уже говорили о том, что для Господа важнее мы, поэтому в процессе библейских курсов мы так, когда у себя проводим, мы поняли, что по два часа, по часу даже мало давать именно такое направление, чтобы влиять на наше духовное состояние, на наш характер христианский, на наше внутреннее состояние. И вот я читаю первое место, Исайя 57 глава, я читаю 15 стих. Обратите внимание на кто говорит. Иногда бывает Господь говорит, так говорит Господь. А вот здесь Господь как представляется, прежде чем сказать такую великую истину, и она относится к каждому из нас в том числе, ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Братья, ёмкий стих, важный стих. Обратите внимание, Господь говорит, высокий, превознесенный, вечно живущий. И вот вечно живущий живет не только на высоте небес, во святилище, это Соломонов храм, пока он там, пока он существовал, так сказать, Господь, ведь говорит о трех местах или о трех адресах своего жительства. Вот о третьем мы как раз и больше будем говорить. С сокрушенными и смиренными духом. Чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. То есть жизнь. Слово сущий, сущий, оно означает имеющий жизнь в самом себе. Все, кто рожденные свыше, получили жизнь от Господа. Надо сказать, что передавать жизнь, передавать жизнь может только Бог. Только Бог, только Иисус Христос. В процессе, я буду так, места Писания, которые читать, вы можете и так находить, следить. Например, вот тут важно, можно открыть это место Писания, 1 Коринфянам, 15 глава, здесь говорится, 44-45 стих, такие слова. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело духовное. Мы сейчас с вами какое имеем тело? Душевное, а тело духовной вечности. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, то есть творящий жизнь. Вот последний Адам, то есть Господь есть, который творит жизнь. Мы с вами, какие бы мы ни были святыми, какой бы ступени святости ни достигли, мы пожизненно остаёмся душами живыми. Мы не можем жизнь давать. И плотскую жизнь не мы даём, ребёнку даёт Господь. Тем более духовную жизнь даёт только Господь. И вот Господь говорит, что Он хочет оживлять дух смирённый и оживлять дух сокрушённый. Что означает буквально, буквально вот слово «сокрушённый». Ну и представим себе глиняный горшок, который мы разбиваем о камень. Вот это состояние сокрушённости. Если говорится о том, что Господь сокрушённым живёт, то что же должно сокрушиться? Братья, мы все, рождённые во плоти, а кроме того, в испорченной плоти. И эта испорченная плоть, её, так сказать, основой испорченности является эгоцентризм. Эго – слово греческое «я», то есть «я» в центре. Вот «центр я», вот это, то есть вместо Бога, которым мы созданы, которым мы принадлежим, и которым мы должны принадлежать полностью, мы по природе все эгоцентричны. Я, моё, мне и так далее. Например, один брат говорит, поместите вы трёх сестёр в одну комнату, и вскоре начнёт кто-то из них говорить, что она любит кушать, на каких постелях она любит спать, ну, она начинает выставлять, что она, так оно заведено. Если, говорит, там одна ещё такая начнётся, то есть одна такая тоже ещё окажется, то у них скоро начнут отношения, зайдут в тупик. Рогозин пишет в одном произведении, пишет он, говорит, посетил, он пастором был здесь, вот в этом, в Сан-Франциско, и говорит, посетил я однажды двух сестёр. У них конфликт. Они подруги были, и на старости лет решили соединить свою жизнь вместе, жить вместе. И вот вскоре их отношения вылились в конфликт, и когда, говорит, я слушал их, одна из них сказала, я с первого дня поняла, что мне от тебя никакой пользы не будет. Я, говорит, с первого дня это поняла. Братья и сёстры, братья дорогие, вот понимаете, я, мне пользы не будет. А смысл, смысл вот христианства, смысл христового учения, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего. Сын Человеческий пришёл не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления мной. Братья, вот смысл сокрушённости, чтобы себя отдать для других, отдать для Господа, отдать для ближних, отдать. Не держаться вот в этом, вот в этой скорлупе. Ну, образно ещё так, вот зерно, вы видели все зерно пшеничное, оно всё в скорлупе, а внутри, у них, в зерне, значит, это само вещество, значит, мука, крахмал, и внутри зародыш. Так вот, наше «я» – это, вот это наша, так сказать, скорлупа. И не случайно, когда проходит зерно обработку, прежде всего мелют, и что, стирают вот эту всю шелуху, и потом её в отруби отделяют. Хотя в отрубях тоже есть, если так сказать, в отрубях тоже есть свои там вещества, но дело в том, что вот это сминание, и всё оно делается однородное, однородное. Когда мы кушаем, значит, хлеб, то там нету, ничего «я» там нету, ни одного зерна «я» там нету, там всё вместе, всё сокрушено, и всё смешано в одном. И представьте себе, вы кушаете хлеб, и там оказывается зерно. Целое зерно вдруг оказалось в хлебе. Что вы с ним делаете? Вы его извергаете, да. Оно не нужно, оно не то. Оно, ну представьте себе, что вот в церкви Господь-то, вот мы вечерю употребляем, вечерю хлеб, как напоминание о теле, истерзанном, таком тело, которое Христос отдал за жизнь миру, и оно в таком виде истерзанное, и ломимое, как мы говорим, и кровь его пролитая. И вот мы все, можно сказать, верою принимаем единение. Верою принимаем единение. Почему вот написано, кто не рассуждает о теле Господнем? Не рассуждает о теле Господнем. Это значит, он не рассуждает о единстве со Христом, о единстве с народом. Такой человек, который не рассуждает, он ест и пьет осуждение себе. То есть, у него нет единения. И, собственно, беря рукою хлеб и принимая внутрь, мы этим свидетельствуем, не только возвещаем смерть Христову, но мы также и говорим о том, что мы соединены с Ним, что нашего Я нет, наше Я подчинено Христу. Вот это мысль сокрушенности. И вы знаете, что по природе все мы люди несокрушенные. По природе все мы люди колкие, по природе себя любивые. И кто бы ни говорил, если мы говорим другое, то мы, значит, еще не поняли себя. По природе мы все такие. Больше того, если не работать, если не давать, точнее, Господу работать над нами, то по природе что происходит? С возрастом все пороки черствеют. Все пороки черствеют с возрастом. В молодости, если человек был скупым, вернее, ну, будет просто расчетливым, в старости он станет скупым. В молодости, если он был таким вот грубоватым, в старости он становится черствым. В молодости, если был похотливым, в старости вообще дойдет до таком, в открытую, такой вот разнузданность половая. Вы знаете, обычно такие люди, вот когда говорят, выжил из ума, когда, скажем, теряется у него уже ум, и все, как правило, это признак, я не говорю всегда, но как правило, это признак нецеломудренной жизни. Что мужчины, что женщины. Так вот, по природе это так, а когда в сокрушении, тогда и память сохраняется до старости, Господь живет в сердце, и человек делается мягким в обращении, и в характере, вот о чем говорилось, чтобы, какой должен быть характер. Собственно, вот на библейских курсах многие предметы, они перекликаются друг к другу. И вот, что еще хочется сказать, что характер сокрушенного проповедника, или христианина, он совсем другой, он податливый, он мягкий, как один брат говорит, мяли меня, потому я и мягкий. Так вот, каким путем Бог это достигает в нашем сердце? Очень просто. Обстоятельствами. Кто-то сказал так, что вот Бог нас держит, или, так сказать, помещает в обстоятельства, специально для меня созданные. Бог, вот, нас в обстоятельства, специально для нас созданные. Практически, что бывает в жизни, если, скажем, мы, ну, попали на квартиру, где соседи нехорошие, или дом соседей там, что-то, что мы делаем? Что мы делаем? Поменять квартиру. Начальник сильно придирчивый. Что делаем? Работу поменять. Если в церкви меня не уважают, церковь поменять. Вот, то есть, практически, человек живет, то есть, так вот человек, хочется по плоти жить. Но, человек сокрушенный, будет видеть. За каждым обстоятельством, будет видеть Господа. Что-то Господь допустил. Он задаст вопрос, Господи, а для чего ты меня допустил такое? такое. И скоро мы поймем, если зададим такое, скоро поймем, что Господь работает над нами, и что-то ему у нас не нравится, или какая-то черта, или слишком много у нас такого себе любия, своеволия. И Господь нас помещает в такие обстоятельства. Вот однажды апостол Павел был в подобных обстоятельствах. Я читаю 2 Коринфянам, 12 глава, я читаю седьмого стиха. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел Сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Обратите внимание на 10 стих. Следующий. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, благодушие в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Так вот, посмотрите, Павел увидел, то есть Господь увидел в Павле, что он лучше будет, лучший работник будет, если ему допустить жало в плоть. А Павел о себе считал, что нет, это труднее, лучше будет, если я буду без жала в плоть. И вот молится раз, молится два, молится три, Господи, удали от меня. А Господь вдруг отвечает, нет, пускай жало будет. Что именно жало в плоть было, вот конкретно трудно сказать. Кто-то считает, что у него были больные глаза, поскольку лишился света этого времени, боли были, кто-то еще, точно, трудно сказать, но так или иначе, что-то работало его в плоти, что ему досаждало. И здесь еще хочу вспомнить слова Сперджина, такие, человеческая плоть слишком слаба, чтобы переносить успех. Я помню в молодости, когда проповедовать начал, и чувствуешь успех в проповеди, и вы знаете, вот внутри распирает я, которого я не хочу. Оно у меня вот как-то, вот я борюсь с этим, чтобы вот этой гордости не было, борюсь с этим, она у меня как-то вот, помимо моей воли, вот, мол, такой вот, я чувствую, что это греховно. И однажды я ошибся на проповеди, сам себе говорю, так тебе и надо. Вот, понимаете, что вот это чувство, внутри, вот это превозношение, вот это, оно у каждого молодого работает. Стихотворение ли хорошо рассказал, там что-то, что-то успех какой-то был. Однажды один руководитель молодежи говорит, значит, сейчас этот брат служитель, когда он был руководителем молодежи, и кто-то говорит, за какое-то служение, как хорошо, вот молодежь там была, а он говорит, и это же не без нас. Он не только это подумал, но и сказал, и что вы думаете, как дальше Бог работал над ним? Взяли его от руководителя молодежи, отстранили. Ни с того, ни с сего, вдруг заменили на другого, и все, ну что ты будешь делать? Ну, ну а что вы будете делать, вот вы молодые, сказали, и все. И вот, до него это дошло. Он понял, молился, сокрушался, просил прощения. И что? Раз, опять восстановили его руководителя, молодежи. Там что-то вот не такое было, и вообще опять восстановили. То есть, Бог вот так работает над нами, но надо же это пережить, это вот и говорить легко о ком-то. А когда о себе, вот когда о себе так вот, знаете, когда мы наблюдаем Божью работу, мы видим, что Бог хочет достигнуть в нас. И вот, как это происходит, как у того апостола Павла. Вот он молился, а Бог допустил ему жало в плоти. Вот ангел сатану удручать меня. И, в конце концов, что он понял? Тут говорится фактически о его характере, благодушистве. То есть, душа стала доброй. Благодушие, добродушие. Ну, сохранять добродушие в обидах. Вот сейчас брат сказал, как, вот если даже, ну, дружелюбие со всеми членами, но мы знаем, что члены далеко не все такие вот обходительные, хорошие, сокрушенные, далеко не все, написано не во всех вера и так далее. И вот, как ладить вот с такими, которые тебе, с которым ты не симпатичен, и они иногда тебе уколят. И, правильно, брат говорит, что кто-то ищет справедливость, это несправедливо. А если понаблюдать, а что Бог хочет? А Бог хочет просто в нас выработать терпение, мудрость. Вы знаете, мы вот говорим кротость, смирение, когда проповедник проповедует. Братья и сестры, мы должны быть кроткими, мы должны быть терпеливыми. Это знаете, это все знают. Это все знают, и оно не работает. Эта проповедь, она практически не работает, ноль ее влияния. Все знают, какие должны быть. А работает, знаете, что? Знаете, что? Когда человек сам сокрушенный, и он об этом говорит, и у него это оказывает влияние на других. И вот апостол Павел, посмотрите, в обидах он добродушен, в нуждах чего-то не хватает, он доволен тем, что есть. Дальше, в гонениях он верен остается, что бы ни было, избивает его, или что, времена гонений были какие, и что отрекись, вот, отрекись, выпустим на свободу, не отрекешься, смерть будет, знаете, вот, было такое вот сильное искушение, может быть, кто-то слышал об этом, такое сильное искушение, когда во время войны, значит, сказали, что, а там были верующие, которые от оружия отказывались. И вот они, значит, говорят, что все, которые от оружия отказываются, будут расстреляны. И всех говорят, кто готов брать оружие, оставайтесь, кто не будет брать оружие, выходите. Вышли, не знаю, человек, десять их, что ли, вышло, сколько-то, вышли они, все, этих повел отдельно. Так, я вам предлагаю еще раз, я не шучу, выстрелил с пистолета, вот так. Значит, будете, кто, значит, возьмет оружие, возьмет, нет, сейчас же будете расстреляны. И вы знаете, некоторые верующие не выдержали. И взяли оружие, дали им ружье, дали им ружье, возьмите ружье, взяли. Теперь, вы что думаете? Воробьев стрелять? Сейчас вот этих, будете стрелять в ваших братьев, которые, которые не захотели. И, значит, представьте себе, что, они стали стрелять, ну, дрожа стали стрелять своих братьев. А там сделано было так, специально, что, у них было секретное задание, проверить, кто настоящий веришь, а кто не настоящий. И патроны были холостые. Они выстрелили, но никого не убили. Значит, и выстрелили холостыми. И эти оказались, значит, кто настоящий верующий, эти, значит, оказались не убитыми. Теперь, так, значит, голубчики, значит, и такие вы верующие. И те, которые стреляли, взяли их тут же постреляли. А этих отправили в лагерь. То есть, надо было выбрать, кто настоящий верующий, а кто не настоящий. Братья, вот так, это вот такие же, как мы, в такой же плоти, в такие же, вот, семейные или не семейные, но вот так проверялись, так проверялись верности. Вот, будь верен до смерти, и дам тебе винить жизни. Братья, знаете, вот, в гонениях, сохранять добродушие, в притеснениях за Христа, вот, это победа. Я хочу, обратить внимание на то, как, ну, Господь работает над нами, воспитывает. Я выписал у Мадерсона, оно очень иллюстрирует мою тему. Я хочу прочитать, что есть победа. Совершенное подчинение своему, свое я Христу через Духа Святого, это победа. если ты забыт и пренебрежен, если тебя стараются унизить, а ты смиряешься под градом оскорблений, и можешь еще благодарить за это, Господа, это победа. Если то добро, которое ты делаешь, или намереваешься делать, не признается, или перетолковывается в другую сторону. Я думаю, это понятно бывает. Ты хочешь сделать добро, но перетолкуется в другую сторону. Если поступает наперекор твоим вкусам и желаниям, пренебрегает твои советы, высмеивает твои намерения, а ты принимаешь с любовью, это победа. Если ты доволен всеми условиями жизни, пищей, одеждой, положением в обществе, и самим обществом, куда привел тебя Господь, это победа. Если переносишь несердясь дурное настроение других, их недостатки и несправедливость в отношении тебе, это победа. Если к каждому противоречию, преследованию тебя, ложному о тебе мнению, ты можешь относиться скротостью, то это победа. Если ты стараешься, если ты не стараешься выдвинуть свою личность, свои слова и дела в идущем разговоре, не заискиваешь благоволение сильного человека, если можешь всегда оставаться в тени, это победа. Когда характер Иисуса начнет отражаться на твоем лице, и твоей жизни он прославляется, то это окончательная победа. Братья, я понимаю, что эта задача весьма серьезна, но знаете что? Важно, чтобы мы все были на пути вот этого сокрушения, этой победы. Апостол Павел допускает три положения, или допуск дает, кто допуск дает в отношении вот совершенства христианина. Это я читаю филиппийцам. Третья глава, двенадцатый стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Поэтому ни я, ни Павел, ни вы, никто не может одно похвалиться, я уже такой. И Павел говорит, я не говорю, что я достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, просираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Братья и сестры, стремиться к почести, но не к земной, а к небесного Звания. Если кто об этом думает, о почести в небе. Скажите, это хорошо или плохо? Хорошо. Даже апостол Павел так говорит, Итак, кто из нас совершен, то есть кто из нас духовно зрелый, так должен мыслить. Вот так должен мыслить любой, кто стремится к совершенству. Но не все так мыслят. Открыто некоторые говорят, да что там мне награда, да мне у порога, хотя бы у порога. И один говорит, мне вот так вот в Царство Божие переплюхнуться уже туда, и там, и хорошо для меня будет. Вот так некоторые рассуждают. Что для таких апостолов Павел говорит? Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, это уже третье положение. И по тому правилу жить. То есть, мы в степени святости, в степени служения, ну мы все стоим на разных ступенях, но все мы идем в одном направлении. В том числе, братья, если мы поймем, что Бог работает над нами, ваша жена, ваши родные, ваши ближние на работе могут допускать с вами какие-то несправедливости. И что-то будет не все так, как вы хотите. Но, если мы посмотрим, что, как хорошо, когда, скажем, жену не переделывать на свой лад, а дать ей быть самим собой и молиться за нее. Если в отношении родителей, все-таки, я вот внукам даже говорю, знаете что, вот если вы не хотите послушать, вот вам не нравится, а если вы все-таки послушаетесь, то ваш характер будет хороший. То есть, вот это такое вот состояние, когда мы стремимся быть, жить жизнью сокрушения. Что бывает, братья? Господь говорит, я живу на высоте небес и во святилище, а также смиренным и сокрушенным сердцем. Братья, мы все запечатлены Духом Святым. Мы, возрожденные, все запечатлены Духом Святым. Написано, в нем и вы, услышав слово истины, благорестование вашего спасения и уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего. Вот этот Дух Святой, которым мы запечатлены, есть залог наследия нашего для искупления удела его. Это 14 стих. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Дух Святой, который в нас. Понимаете, Дух Святой обитает, вот он говорит, я живу на высоте небес, а теперь в Новом Завете, это он в Ветхом Завете говорил, я живу с сокрушенными, а в Новом Завете он вообще во всех живет, возрожденных. А знаете, а плоть остается все такая же. Такая себе любивая, такая. Вот теперь Павел говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Теперь у нас выбор, или жить по плоти, которая у нас стремится в таком муке, или где-то жить в смирении. Скажем, вот сейчас мы читали, в идущем разговоре не выпячивать, а знаете, а я вот то знаю, а я вот то, а другой смотрит, слушает, как-то один брат значит с другим беседовал. И этот брат, гость, который пришел, я говорит, пришел к нему, и два часа почти я молчал, он все время говорил. А потом он говорит, вот мы с ним, говорит, хорошо побеседовали, вот мы с ним пообщались. Вот есть такие, понимаете? А кто-то спокойно вот слушал, уметь слушать. Вот я думаю, что из молодежи, чтобы вот так вот, ну редко таких вот застенчивых, ну может быть ему нечего сказать, и в общем-то все хотят что-то сказать. Оно-то и уместно что-то говорит. Но, братья, как вот не выставлять себе, что я знаю больше. Вот когда мы Библию, когда мы проповедуем, то, что мы знаем, дает силу тому, что мы проповедуем. И хорошо, когда мы знаем больше, но все это знание не выставляем. А у нас есть что-то сокровенное. Надо вот еще что сказать, что наша личность, наша личность, это можно сравнить как вот дерево. Ну, кто из нас все видит дерево? Вот крона, да? У дерева есть такой закон. Вот сколько кроны наверху, вот столько же корней внизу. И то, что мы видим верхнюю часть, это только только вот, ну, внешнее, кому внешне видно. А на самом деле сокровенная жизнь дерева, она внизу. Там корни впитывают. И вот в этом послании, то есть в качествах дякона там написано хранящий хранящий таинство веры в чистой совести. Это относится ко всем проповедникам тоже. Это просто как качество. Из таких обязательно выбирать дякона. В общем-то, это качество для каждого христианина. Хранящий таинство веры в чистой совести. Что такое таинство веры? Это сокровенная жизнь во Христе. Если образом взять вот это дерево, оно имеет крупные отростки корней, потом все мельче-мельче, окончается такими отростками, которые берут у почвы на микроскопическом уровне. Вот это тайна жизни. Берут, берет там из почвы берет соки, так сказать, соль растворенная и употребляет его в дело. Почему у нас плоды и сладкие, горькие на одной же почве? Это уже качество дерева. Бог, творец так сделал. Но вот если мы обнажим все корни, дерево умрет. Одна сестра поехала к одному брату и решила, ну, она хотела с духовным братом так больше пообщаться, она там сколько-то пробыла какое-то время, и вот она приходит и все-все рассказала. Ей показалось, она такую духовную силу заимела. Она все рассказала и почувствовала, что она ослабла. Почему? Тут есть тоже своя закономерность. Есть в каждом христианине что-то сокровенное, что он, допустим, общается с Господом, он не может все вот рассказать, когда он все рассказывает, все свое, допустим, сокровенное, я не имею в виду плохое, хорошее, то он может ослабевать. То есть, это имеет вид какой-то похвальбы. И что-то такое, что мы на уровне глубоко духовном общаемся с Господом и наслаждаемся, это для нас есть. Верующий увидит, слушатель увидит нашу силу, когда мы глубже общаемся с Господом. Друзья, что дает нам вот это сокрушение, как оно работает в нашей жизни. Во-первых, мы, вот цель сокрушения, что Бог достигает в нас своих качеств. Во-первых, способность понимать слово, откровение и слово без особого напряжения. Вот мы читаем, бывает, просто читаем как книгу. Бывает, читаем еще и даже у нас в голове мысли какие-то вот туда прочитали, прочитали, а мы, оказывается, уже думали совсем о другом. Сегодня мне надо туда, сегодня туда. И такое чтение бывает. А бывает чтение просто, ты понимаешь, понимаешь, что ты читаешь. Но, понял и пошел дальше. А есть, когда ты читаешь, и тебе открываются какие-то истины особым светом. И тебе хочется об этом рассказать другому. Вот это как раз и есть признак призвания проповедника. Когда ему хочется поделиться с кем-то той истины, которую он получил из Библии. Так вот, сокрушенный человек, он таким образом легко получает откровение из Священного Писания. А не сокрушенный, только головой воспринимает. Дальше, что еще? Он способен легко понимать других. То есть, он доступен. к нему идут и им легко с ними общаться. Со своей стороны, он также легко входит в контакт с другими. Ему легко, сокрушенному человеку легко поговорить, и поделиться, и он подойдет, он видит. Вот Иосиф, Иосиф, который в темнице был, посадил его фараон, или там царедворец. И вот он приходит однажды и говорит, отчего у вас сегодня печальные лица? Он замечает. Сокрушенный человек, вот в обществе, да, у него ни малейшее не уйдет, или улыбка на лице, или там какая-то тень, и он все уловит. Это сокрушенный, признак сокрушенности. Он уловит, он поймет. Потом сокрушенный человек, он будет легко ориентироваться во всей обстановке. Скажем, в обстановке, где ссора произошло, или в обстановке, где миролюбивая беседа, он легко везде ориентируется. Будет ли он, так сказать, общаться где-нибудь там в кабинете министра, или он будет общаться с нищим, у него везде оно одинаково будет легко общаться. Это сокрушенность. И хотелось бы обратить внимание вот еще на что, что в характере вырабатывается кротость. В характере вырабатывается кротость. У меня время до 20 минут, да? Ну, 20 минут, да? До 20 минут? Да. Хорошо. Я хотел бы уделить время для молитвы, лучше я что-то не договорю, чтобы мы помолились, братья, потому что это очень важно. И вот мне хотелось бы обратить внимание, что Господь иногда допускает до нас какие-то обстоятельства, и нам кажется, ну, на что это нужно? А у Бога цель. Терпение у нас выработать. Терпение. А терпение, согласитесь, что терпение это не такое качество, где вырабатывается в хорошем, оно всегда в трудностях. Старые братья рассказывают, еще я молодым был, слушал, говорят, сядут за стол такой, там гусятина печеная, все так вот за столе. И, братья, давайте споем на трудной жизненной тропе, вот дай, спаситель, силу мне. Или, когда мы в камере пели этот гимн, он там звучит совсем по-другому, понимаете? Поэтому, братья, вот это терпение, оно вырабатывается в искушениях, в трудностях. И я читаю послание Иакова, откройте, пожалуйста, послание Иакова, и там говорится с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. То есть, вы проходите эти искушения, но есть понятие впасть в искушение, и есть выйти из искушения, впадайте, здесь речь идет, что ты испытываешь, проходишь этот период искушения, зная, что испытание веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. Оказывается, терпение по замыслу Божию это венчает нашего внутреннего человека, а вырабатывается на таких вот плохих обстоятельствах. Ну вот, когда говорит этот садовник, господин, оставь ее еще, я копаю ее, обложу навозом, как вы думаете, навоз это хорошее дело, вонючее, а вот Бог нас иногда вот такой воню какой-то нас обкладывает. Для чего? Чтобы терпение, не принесет ли плода? И вот мы иногда склонны, господи, дай мне терпение, да? А посмотрите, что Писание говорит. Если же у кого из вас недостает мудрости, не говорит, если же у кого из вас недостает терпение. К одному старцу, брату, пришла столица и говорит, братик, помолись за меня, у меня невестка неверующая, так мне трудно с ней, так она меня искушает, и я не знаю, что мне делать. Вот он послушал, послушал, потом молится, господи, дайте этой столице больше скорбей. Она говорит, да, она говорит, помолись обо мне, чтобы Бог дал мне терпение. А он молится, господи, дай ей больше скорбей. Говорит, ты что, брат, меня проклинаешь? Да нет, ты же просила, чтобы больше тебе терпения. Я вот и молюсь, терпение-то в скорбях вырабатывается. Братья, вот этого мы теоретически легко понимаем, а практически, когда вот на себе это испытаем, я часто говорю, братья, и вы это будете испытывать, то, о чем проповедуешь, сам будешь это говорить. Чем более, более такие глубокие, истины будешь говорить, Бог тебе заставит самому это испытывать. И поэтому, братья, если мы будем, поймем, что Господь работает над нами, и эта работа пожизнена. И вопрос еще так, кто дает Богу работать, а кто ускользает, полегче, где-то выбрать. Одному брату говорят, почему у тебя всегда вот такое благословение? А он говорит, знаете что, братья, когда мне предстояло что-то, я выбирал то, что потруднее. Обычно мы хотим выбрать что-то полегче. А секрет вот успеха, когда Бог над нами работает, это каким путем Он нас ведет, вот это самый тот путь для нас и нужен. Итак, братья, если мы что поняли, давайте мы помолимся, и точно так же, вот как в начале, чтобы мы помолились ни одной молитвой. Для чего это нужно? Услышанная истина и сделанная предметом молитвы, как нужда вознесена Господу, она на нас не спускается, как благословение. Мы у Господа просим и получаем, когда увидим нашу нужду. И написано, у кого не достает мудрости, братья, у кого из нас ее достает? Просить надо мудрости, и у нас будет, Господь, эта мудрость и для служения, и для поведения, и для общения. Братья, мы все в этом нуждаемся, склонимся, поэтому и помолимся нашему Господу об этой нужде. Аминь. Аминь.